Общепризнано, что сахарный диабет является угрозой всего мирового сообщества. Из 250 миллионов человек в мире с таким заболеванием около 90% приходится на сахарный диабет второго типа, инсулинозависимый, то есть возникший от неправильного образа жизни. 14 ноября, во Всемирный день диабета, этому заболеванию и мерам борьбы с ним уделяют особое внимание. Подробности в материале Ларисы Вольновой. Ежегодно в День борьбы с сахарным диабетом в Ленинском районе проводятся специальные акции для привлечения внимания общественности к проблемам людей с этим заболеванием. Этот год не стал исключением. 14 ноября в кинотеатре «Искра» собрались люди, для которых тема сахарного диабета актуальна. Традиционное мероприятие День диабета – это, во-первых, познавательное мероприятие. Конечно, поддержать людей, больных с сахарным диабетом. Держать морально, духовно, ну и чуть-чуть материально. В формате мероприятия можно было познакомиться с новыми достижениями в области лечения диабета, которые предлагают фармацевтические компании. Каждый год хожу. Каждый год хожу. Важно, конечно, какую-то консультацию получишь, прослушаешь. Там же лекции читаю, самое основное объясняю. Объясняю, что-то. Затем состоялся семинар, посвященный здоровому образу жизни, а также мерам профилактики и лечения сахарного диабета. Количество больных ежегодно вырастает в нашем, например, районе приблизительно на 200 человек или более. Поэтому особенно обратить внимание той категории людей, у которых есть в роду больные, страдающие с сахарным диабетом. Они находятся в зоне риска приобретения в дальнейшем сахарного диабета, будем так говорить. В зоне риска находятся также больные, страдающие ожирением. Чтобы избежать неприятных последствий, нужно следовать простым правилам. Правильно питаться, заниматься спортом и периодически сдавать анализ крови на сахар. Если же заболевания избежать не удалось, следует приобрести средство контроля уровня сахара в крови – глюкометр. Люди, живущие в нашем районе, не представляют, что такое не иметь глюкометр. То есть если как такового глюкометра никого нет, человек не может купить, мы это всё можем предоставить бесплатно. Здоровье каждого человека зависит в большей степени от него самого. Сахарный диабет, хоть мы его и называем болезнью, но всё-таки это образ жизни. Поэтому мы должны быть готовы к тому, что сахарный диабет – это не приговор. И мы должны учиться жить с ним и жить долго и счастливо. Берегите своё здоровье.